Я продолжаю историю про антологический поворот в антропологии и слов буквально скажу о том, что и как будет сегодня происходить. У нас сегодня два занятия. Я предлагаю выделить на эти занятия где-то примерно по час тридцать вместе с вашими вопросами, быть чуть более мобильными, чем вчера и может быть 15-20 минутный перерыв между сделать. Ну то есть быстренько все это рассказать, а потом уже заняться обедом, отдыхом, курением, если кто-то вдруг, и какими-то такими вещами. Ну то есть, соответственно, примерно в академическом смысле две пары и не очень большой перерыв. Значит, я коротко расскажу саммари вчерашнего, вчерашней лекции. Я попытался проблематику, связанную с антологическим поворотом в антропологии, поместить в некоторый контекст, который мне кажется интересным. Этот контекст я обозначил с помощью понятия постколониального коллектива и под постколониальностью я понимал вовсе не риторику освобождения или наоборот риторику эксплуатации, о чем слушатели вчера делали замечание, а достаточно простую вещь. Постколониальным обозначается такое сообщество человеков и нечеловеков, которое, к счастью или к сожалению, не может быть русоистским, чистым, нетехнологичным. И мне, как исследователю технологий, как раз и было интересно, есть ли у антологического поворота в антропологии некий потенциал, теоретический, методологический, который позволил бы исследовать общество индигенное, но общество, которое так или иначе уже связано с технологиями. Ну и, соответственно, я рассказывал достаточно много историй, в том числе про то, как амазонские индейцы пользуются сегодня Фейсбуком. И я указал на одно важное для меня напряжение, напряжение, которое возникает среди авторов вот этого антологического поворота, как мне кажется у Филиппа де Скола и Вивереса де Кастро. Это напряжение связано с тем, что, с одной стороны, есть мечта юношеская, антропологическая, исследовать общество, в которое технологии еще не появились, а с другой стороны, так или иначе, создается некоторая схема теоретическая, которая и обозначается мной как антология, и эта схема пытается описать любой возможный посткалониальный пелик. В первую очередь для Филиппа де Скола и Вивереса де Кастро задача, как мне кажется, стояла следующая. Нужно найти наиболее удобную схему, похожую на реальность, потому что эти схемы достаточно часто проводят очень жесткую проверку этнографическим материалом, и с помощью этой схемы, они разные, естественно, собственно, вокруг этих схемы будет полемика, которую я буду рассказывать, с помощью этой схемы дать такое средство, которое бы позволило в пределе описывать реальность, которая будет существовать в посткалониальной коллективе. Но прежде чем начать сегодняшний разговор о дебатах между де Скола и де Кастро, я бы хотел в качестве некоторой пропедевтики ввести два очень важных понятия, которые будут все время подразумеваться, но, может быть, не всегда я буду на них обращать внимание, но они достаточно важны для этого направления. Это понятие анимизма и понятие перспективизма. Эти понятия очень часто связаны друг с другом, иногда их путают, иногда меняют местами, иногда, наоборот, очень строго различают. И, в общем, для того, чтобы охарактеризовать анимизм и перспективизм, я обращусь к паре историй. Как я это делаю обычно, следуя некоторой антропологической традиции. Вот пару месяцев назад, может быть, больше, в Фейсбуке появился такой документ. Может быть, это фейковая записка, справка, а может быть, она настоящая. Но я, в общем-то, допускаю вполне, что такая записка в том мире, в котором мы живем, могла бы существовать. Как вы видите, лейтенант полиции Хомяченко отказывается провести профилактическую беседу с собакой по поводу ее громкого лая, потому что она не обладает правосознанием, должным интеллектом, собственным мнением, осознанием себя и своего места в мире. То есть в этом смысле собаки отказываются в ряде качеств. И понятно, что здесь Хомяченко следует достаточно древнему развлечению, которое начинается, может быть, с Аристотеля, а может быть, еще раньше, связанное с тем, что человеческие существа являются исключительными существами, а животные находятся в этой иерархии, ну, там, не знаю, через наличие разума или других способностей, некоторые из них здесь перечислены, находятся ниже, и с ними, соответственно, невозможно разговаривать, невозможно коммуницировать. И мне кажется, что Хомяченко, вряд ли он того желает, но он воспроизводит очень важную максимуму, которая принадлежит Томасу Гоббсу, основателю всего и всея политической философии, социологии, всех социальных наук. Томас Гоббс говорит, но covenants with beasts, нет никаких, не может быть никаких договоров с животными, потому что они не способны переносить право на других, не то, что у них нет там представления о праве, переносить право в данном случае означает, что они не способны разговаривать, понимать, коммуницировать и так далее. Вот в этом тезисе Хомяченко и Гоббса есть, соответственно, древняя и устоявшаяся претензия на то, что люди – это уникальные существа, и только они являются носителями некоторых уникальных свойств, типа самосознания, интенциональности или чего-то еще. И вот, соответственно, в последнее время внутри антологического поворота или вне его, со ссылкой на него или нет, появляется совершенно другая парадигма, которую можно обозначить как некоторая ревизия или обновление анимизма. Термин анимизм, как вы знаете, наверняка был предложен в конце 19 века эволюционистом-антропологом Эдуардом Беллентом Тайлором, и тогда анимизм означал всего лишь навсего веру, ложную, естественно, веру в то, что у животных существует душа, или у людей тоже существует душа, или у предметов у некоторых существует душа. Эта вера была не верой антропологов, а верой дикарей, которые заблуждались в этом смысле, потому что они находились на такой низкой ранней стадии развития и занимали низкое место в иерархии. А если кто-то верил среди нас в существование души, среди нас, я имею в виду современников Тайлора, ну, то это нужно было воспринимать в качестве пережитка, но не больше, потому что развитие человеческой культуры по Тайлору шагнуло сильно вперед, и наша религиозность, она выглядит совершенно иначе, там нет никакого места анимизму. И, соответственно, анимизм предлагается сегодня существенно реинтерпретировать, под анимизмом понимается нечто совсем другое. Под анимизмом понимается уже не признание наличия души, не вера в наличие души, а буквально реальное, самое что интересно, реальное признание живых существ в качестве личностей. Вот что является содержанием личности, это вопрос, потому что в зависимости от концепции, в том числе и внутри онтологического поворота, в качестве ключевого качества личности, называются совершенно разные вещи. В Science and Technology Studies так или иначе личность обозначается с помощью термина «октант», иногда «актор», и там две вещи всплывают. Способность к действию, вещи нечеловеки могут действовать, или способность к коммуникации. В политике природы Латур говорит о том, что пусть не непосредственно, а посредственно через представителей, вещи могут говорить, они могут заявлять о себе, о своем положении, о своей позиции политической, о своих требованиях и так далее. Иногда такой характеристикой личности называются другие вещи, такие как самосознание или наличие интенциональности. Ну вот, собственно говоря, в контексте мема этот голубь представлен как существо, которое обладает личностными свойствами. Вот то, что касается анимизма. Теперь несколько слов о перспективизме. По большему счету это слово в вокабуляре социальных наук появляется благодаря Вивересу де Кастро. Он одним из первых начинает использовать этот термин, и остальные авторы подхватывают его. И знаете, я видел огромное количество использования и интерпретации термина «перспективизм» в совершенно неожиданных контекстах. Буквально пару дней назад читал статью американского антрополога Дебора Баталии, которая занималась исследованием дневника советского космонавта Лебедева, который провел на станции «Салют» достаточно долго, больше 200 дней. По тем временам, в 80-х, это был рекорд. И он все эти 200 дней вел подробный дневник, где описывал то, что с ним происходит. И Баталия предлагала смотреть на этот дневник как на этнографический документ, в котором Марин, Марин хороший, да? Вот. Предлагала смотреть как на этнографический документ, и она использовала термин Вивересу де Кастро, перспективизм, связанный с тем, что космонавт, находящийся на орбите, из-за того, что его положение тела радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы привыкли видеть. Он занимает совершенно иную перспективу, использовал термин Вивересу де Кастро, который позволяет видеть вещи совсем в другом свете. В общем-то, экспликация этой перспективы может быть важной в методологическом смысле, в том числе и в антропологии, по мнению Дебора. Но я хочу сделать заход на перспективизм из более известных мне вещей, из истории про Лениную лесу. Эта история мифологическая, может быть, она была на самом деле, но я читал ее, я слышал ее в детстве много раз, и, соответственно, она была записана разными авторами, которые являлись такими мифологами жизни Ленина, ну, например, Бонч Буревичем. То есть много разных людей были авторами таких рассказов о Ленине для детей, очень сильных, энергетически заряженных таких мифологических историй. В моем детстве эти истории пересказывались из уст в уста, зачитывались на уроках чтения в школе или самостоятельно. В общем, эти истории очень любопытные. Ну, там, например, как Ленин отказывается от дара, они очень антропологические. Ленину все время что-то приносили, астраханские рыбаки рыбу, саратовские крестьяне арбузы. Он все время отказывался от этих даров. Мне кажется, что это очень интересный сюжет для интерпретации, если вы занимаетесь философией или антропологией дара. Ну, вот есть история, говорят, что Ленин был заядным охотником, есть история про Лениной лесу. Значит, Ленин стоял на охотничьей заимке, на номере, так называемом, и на него должны были выгнать лесу, возможно, она бы попалась, ему, и он должен был его пристрелить. Ленин был хорошим охотником и стрелком, и вот он увидел ярко-рыжую лесу, которая так ему понравилась, что он не стал у нее стрелять. И в этот момент к нему подбежал разъяренный охотник, сказал, «Ленин, ты что не стреляешь?» И в этих рассказах будет всегда очень важно это преодоление иерархии между простыми людьми и Ленином, божественным. Он сказал, «Ну, ты знаешь, она очень красивая, я решил не стрелять». И на этом история заканчивается. Мне она в детстве тоже очень нравилась. В общем-то, кажется, что интерпретацией поступка Ленина является такой эстетический сюжет, но в то же время мне всегда казалось, даже в детстве какая-то странная вещь, да? Вроде ты охотник, ты хорошо стреляешь. Охота – это всегда некоторая эмоциональная страсть. Почему эстетический аргумент, вдруг эстетический аргумент, в общем, казался мне слабым. И если бы эту историю рассказали бы, например, каким-нибудь Юкагирам или немцам в Сибири, ну или если бы ее услышали в той или иной степени представители разнообразных амазонских племен, то я уверен, что у них была интерпретация совершенно другая. У них была бы перспективистская интерпретация. Они бы сказали, что поскольку Ленин не успел выстрелить до того момента, когда Лиса посмотрела на него, то он потерял свою душу, и Лиса просто-напросто, будучи хищником тоже, она захватила душу охотника, который в этот момент выступает в качестве хищника. И, в общем-то, он не выстрелил не потому, что она ему понравилась. Он может рассказывать теперь все, что угодно, огромное количество историй, а он не выстрелил потому, что не смог. В некотором смысле он оказался очарованным взглядом лисицы. Я читал историю, ну, один из сюжетов, у Дарханов в Монголии, где описывается там охота на горную антилопу. Охотник Дархан, это одно из монгольских племен, должен посмотреть до выстрела, еще он должен посмотреть на антилопу первую, тогда он сможет ее убить. Если же антилопа первая заметит охотника, который, будучи хищником, в этот момент прячется, маскируется, старается быть незаметным и так далее, то, как считают Дарханы, душа охотника оказывается похищенной, и он должен обратиться к ламе или к шаману. Вы знаете, да, что в Монголии, в Северной Монголии, в Бурятии, там конкуренция есть между шаманизмом и ламонизмом. Ну, в общем, все средства хорошие, что тут говорить. К ламе или к шаману, чтобы провести специальные процедуры, позволяющие вернуть душу, иначе у человека будут преследовать различного рода несчастья. Самое главное несчастье для охотника в этом смысле, что ему перестает вести, в каком смысле? Не в смысле судьбы или удачи, а в том смысле, что он просто-напросто, потеряв душу, не способен замечать дичь. То есть дичь, зная, что он слабый, скрывается от него. Эдуарда Коуна, о котором у нас пойдет речь дальше, предлагал называть эти понятия двумя терминами. Космологический аутизм, потом он отказался от этого термина, видимо из-за того, что слово аутизм здесь является не очень, так сказать, корректным. Вот он предлагает термин душевная слепота, описывая эту ситуацию. Где здесь перспективизм? Значит, в Амазонии и в Сибири, это огромные территории, мне сложно сказать, сколько это процентов территории Земли, но это огромные территории, на самом деле. До сих пор и исторически множество представителей множества различных племен считают, что животные тоже личности, так же, как и в анимизме, но при этом они себя видят в качестве людей, а людей видят в качестве других существ. Точно так же и поступают люди. Они не видят человеческого в нечеловеках, как Ленин в лесе, для него она всего лишь навсего дичь, добыча, но в то же время сам себя Ленин и мы тоже представляем в качестве людей. Почему происходит такого рода аберрация или почему эта иллюзия возникает? Есть разные разъяснения, но наиболее популярное предлагает Ваверс де Кастре. Он говорит, мы видим, что там информанты объясняют, что у нас слишком разные тела и, соответственно, эти тела являются, как и у Платона, такой существенной помехой для восприятия человеческого в других существах. В то время, как вы знаете, есть огромное количество мифологических историй про то, как леса, ну, или кто-то, неважно, да, дух приходит домой, снимает вот эти одежды, да, и облачается, становится человеком. Ну, кстати, вот примером душевной слепоты, как мне кажется, является такой, 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 как бы сказать, остатком, да, является история про красную шапочку, но не та, которая была мягко адаптирована Шарлем Перо Придворным Сказочникам, Королю, а более аутентичные, у которой Роберон Дартон, если вы помните, вспоминает в одной из своих книг, вот там есть один сюжет, который меня все время удивлял, я не мог его проинтерпретировать, он мне казался всегда непонятным. Ну, то есть, там, то, что волк заставил красную шапочку есть бабушку и пить ее кровь, это вроде как понятно. Там вдруг, в какой-то момент, появляется кошка, которая нигде не заявлена, и больше не участвует никогда. и говорит фразу, ай-яй-яй, красная шапочка не видит того, что она ест мясо своей бабушке и не пьет ее кровь, вместо хлеба и вина, словно говоря, или ваты, компотика, я не знаю, что там было. Вот, и в этот момент, понятно, что она апеллирует к тому, что пытается вернуть, вытащить шапочку из вот этого вот положения жертвы, поскольку волк очевидно является хищником, положение жертвы, которое не позволяет ей замечать некоторые очевидные вещи. И, в общем-то, куча мифологических историй про вот это вот, то, что мы не видим, что происходит, они рассказываются не только в Сибири и в Амазонии, а совершенно в разных регионах. Ну, я не знаю, что тут еще можно вспомнить. Идеи с превращением, со снятием кожи это попытки интерпретировать перспективизм в той или иной степени. Соответственно, задача ключевая, которая стоит перед Лениным и перед Лисой тоже в том числе, это найти некоторые средства, которые позволили бы занять место другого, увидеть реальность глазами другого существа. Охотники делают это постоянно, маскируясь, а как это делает леса, мы можем даже не знать, но в общем-то, так или иначе и юкагиры, и ачуары, они верят в то, что можно с помощью средств, с помощью галлюциногенов пытаться занять эту перспективу или с помощью каких-то других средств. Об этом у нас речь пойдет дальше. Вот, соответственно, эти два комплекса понятийных анимизм и перспективизм, они дополняют друг друга, являются очень важным, как бы сказать, очень важным фоном того, о чем я буду повествовать дальше. Да. Можно спросить, какая была бы анимизмская интерпретация анимизма? Они в данном случае начинают в какой-то момент совпадать, и здесь нет никакого развлечения. Виверес Де Кастр так говорит, если мы хотим различить анимизм и перспективизм, то я скажу примерно следующее. Перспективизм это докрученный логический анимизм, и в общем-то в перспективизме по сравнению с анимизмом добавляется только один ключевой элемент на самом деле. Этот элемент выглядит так, видит себя как люди. В первом случае они считаются личностями, а во втором случае появляются некоторые рефлексивные петля, видит себя как люди, а других нет. Но опять-таки повторюсь, это такое спорное различие, потому что например для Дескола, я сейчас выясню почему, термин перспективизм теряет свое значение и не имеет такого значения, как он имеет для Вивереса Де Кастр в общем-то Дескола бы сказал, ну перспективизм очевидно это какой-то всего лишь разновидность анимизма и ничего больше, потому что Дескола делает ставку на понятие анимизма. А прежде чем я перейду к, ну в общем с голубями все тоже ясно, да, прежде чем я перейду к изложении антологической схемы, которую предлагает одним из первых Филипп Дескола, я хотел бы сделать такой другой заход, теоретический заход, который отправляет нас к учителю двух авторов и для Филиппа Дескола и для Вивереса Де Кастре. Леви Строц это икона, это учитель, это человек, который очень много сделал для того, чтобы выстраивать антологическую программу, но нужно заметить, что Леви Строц интерпретируется радикально по-разному. Для Дескола Леви Строц это скорее автор вот этой книги, таблицы взятой из книги «Тотемизм сегодня», а для Вивереса Де Кастре Леви Строц это постструктуралист, это человек, который сделал ставку не на структуры, а на становление, это скорее автор такого позднего периода. Частично это автор неприрученной мысли и в полной мере это автор четырехтомника мифологики, где соответственно Леви Строц начинает говорить о том, что его интересуют вовсе не неизменные структуры сознания, которые так или иначе отпечатаны, бессознательные, коллективные и так далее, которые так или иначе проявляются в действиях людей, в мифологических сюжетах и так далее. А его интересуют более важные вещи, то, как, например, меняется миф, распространяясь на большой территории. Но нужно сказать, что у Дескала Леви Строц очень сильно разбавлен Эммануилом Кантом, сейчас я чуть позже покажу, почему, а у Вивереса де Кастро Леви Строц это такой брат Делеза, это философ становления, философ множественности, философ неопределенного состояния, философ того, что называется дезинъективный синкс. Мне доставило интеллектуальное удовольствие знакомство с интерпретацией, которую Вивереса де Кастро представляет. Ну, вообще-то, это такой вызов, и мне кажется, что с ним, если отдельно рассматривать от проекта, это вызов объявителя Ви Строц и Делезианцем, и мне кажется, что Вивереса де Кастро это удалось, ну, по крайней мере, да, можно, прочитав это, поверить в свои собственные силы, интерпретационно сказать, а я так тоже могу с Млачарским или с кем-нибудь, ну, не знаю, с любым другим автором, с, я ничего не приходит больше провернуть, вот, это такое хорошее упражнение. Значит, мне кажется, что таблица, которая здесь представлена, я сейчас ее поясню, она является некоторым таким важным импульсом или нервом, серьезно определившим в дальнейшем то, что Дескала попытался сделать свои книги по ту сторону природы и культуры. Значит, Левистрос в 50-х годах пишет небольшую по объему книгу, но очень важную по содержанию, которая называется «Тотемизм сегодня». В начале этой работы Левистрос в отчаянии призывает своих коллег по цеху к наведению порядка в той области, которая обозначается помощью термина «тотемизм». Сразу оговорюсь, что тотемизм это очень неудобный комплекс, потому что его сложно интерпретировать и, соответственно, ряд авторов сегодня это будет видно, попытались с ним что-то сделать. С анимизмом удобнее, потому что анимизм позволяет описывать гибкие отношения между живыми существами и людьми, а вот с анимизмом это несколько сложнее. И Левистрос говорит, посмотрите, что происходит в антропологии, полное безобразие. Сегодня под тотемизмом понимаются крайне разные вещи, иногда взаимоисключающие. Тотемизм это и социальная структура, которая определяется некоторой формой из животного, ну типа люди считают, что они составляют тело какого-то животного, коллективное тело. Это и строгая система запретов брачных, это и система, которая регулирует обмены не только невестами, но и вещами между кланами, поскольку кланы выстраиваются в соответствии с теми или иными отношениями между животными. Это еще много что, экзагамные всякие истории и так далее, и так далее, и так далее. Разные авторы под тотемизмом понимают совершенно разные вещи. Соответственно, Левистрот говорит, давайте попытаемся провести некоторую предварительную разметку, тоже оговорюсь, что в конце книги он отказывается от этой таблицы, но по крайней мере она ему больше не нужна, и он формулирует совсем другое определение тотемизма, который нас в меньшей степени будет интересовать. Ну вот смотрите, говорит Левистрот, нам нужно взять и попытаться типологизировать или классифицировать совершенно разные способы отношений между людьми и животными, которыми разными авторами считаются за единственно возможный аутентичный тотемизм. Дюргейм, анализируя материал, который ему дают другие этнографы австралийских аборигенов, тотемизмом считают только один из способов представленных в этой таблице. Другие авторы только другой способ. Нам нужно сделать такую ровную и четкую вещь, которая позволит нам увидеть все виды тотемизма в некоторой логике, в симметричной и даже в каком-то смысле постструктуралистки, если так можно выразиться, эстетически приятной. Соответственно, смотрите, под природой понимаются все те силы, которые имеют отношение к нечеловеческому миру, это животные, вещи, духи, а под культурой все то, что имеет отношение к миру человеческому, это люди или индивиды, или группы. Соответственно, там, где ячейка обозначается с помощью термина личности, речь идет об индивидуальном отношении отдельного человека с кем-то из царства животных или духов, или птиц, рыб, ну вот это вот все, что там насекомых, там, где с помощью группы обозначено, соответственно, речь идет о том, что вся группа вступает в некоторые отношения опять-таки с кем-то из существ. А в верхней части термин категории обозначает не конкретного животного, а в данном случае род или вид животных, а термин индивид обозначает отдельного конкретного животного, чуть ли не исторически существовавшего, или исторически-мифологического существовавшего, возможно, некоторая встреча с конкретным животным превратилась в какой-то мифологический сюжет, который в дальнейшем пересказывается. Соответственно, первый вид тотемизма, который встречается часто в Австралии, а Австралия в этом смысле является проблематичным местом для анализа, поскольку как раз Левистрос это упоминает, авторы сталкивались с сложностью того, что там мы имеем дело с совершенно различными тотемизмами, там нет одного австралийского тотемизма, который был бы удобен и описывался бы только взаимодействием группы и категории. Вот когда группа считает себя определенным животным, но не конкретным, а вообще типологическим, мы-бобры или мы-бобер объявляет себя группа, в этом случае мы имеем как раз отношение между группой и категорией. Но, возможно, и другая ситуация, когда индивид, например, где-нибудь в Северной Америке, получив сакральное знание во время поста, становится или попадает под защиту, он приобретает тайного помощника, он попадает под защиту всех животных данного класса, и, соответственно, мы имеем дело со второй вещью, которую часто обозначают, но тоже не точно, как такую разновидность татемизма, которая связана с поклонением некоторой категории, некоторым классам. Ну, вот, например, этот индеец, получивший тайного помощника, в дальнейшем не может называть его какое-то животное. Он может лишь намекать на это земноводное существо, но он не может называть, иначе он лишится этой силы. В третьей группе Левистрос описывает случаи, как мне кажется, не такие многочисленные в этнографии. Здесь речь идет об реинкарнации отдельного человека в какое-то специфическое существо. Если мы где-то сталкиваемся верой в то, что индивид продолжил свое существование в некотором отдельном животном, то мы имеем дело с третьим столбцом, где описываются через татемизм, через такую специфическую разновидность отношения между отдельным животным и отдельным человеком. И, наконец, четвертая группа, причем обратите внимание, сразу замечу, что на самом деле в этой таблице чем дальше от первой, тем более сомнительными выглядят отношения, тем меньше случаев мы находим и тем более нестабильной выглядит эта классификация. В четвертой группе мы имеем дело с конкретными историческими встречами некоторой группы человеческой, которая оказывается зависимой, околдованной или поклоняющейся некоторому существу. Это скорее истории конкретные, чем не меняющийся мифологический сюжет, но в тех или иных мифологических историях эти истории повторяются. В общем, сделав это, Левистрос как бы сказал, ребят, все, я навел порядок в этом безобразии связанном с татемизмом и теперь мы видим, что все разновидности достаточно спокойно разложены. Но опять-таки обращу ваше внимание, что, как кажется, распределение случаев в этом смысле не является пропорциональным. И мы имеем большое количество историй в первой группе и не очень большое количество историй в четвертой группе. И в этом смысле то, что называется в данном случае индивидуальным татемизмом, когда индивид поклоняется некоторой категории животных во втором столбце, в общем-то это начинает напоминать нам анимизм, его в самом простом определении. И, соответственно, мы могли бы спросить левистроса, но сейчас это уже не совсем мы не можем сейчас это сделать, но вопрос, который к левистросу можно было бы задать, а почему категория анимизм тоже популярная, игнорируется в данном случае, а предлагается использовать категорию татемизм для обозначения многообразных отношений между животными людьми. Но дурной пример заразительный и Филипп Дескала, будучи в этом смысле учеником левистроса, наполняет свою книгу прекрасными таблицами, в которых он пытается выстроить то, что он называет антологией и, соответственно, главная из этих таблиц это вот таблица с антологиями Дескала. Напомню задачу, которую Дескала пытается решить, он пытается классифицировать или типологизировать все возможные отношения во всех точках мира между людьми и животными соответствиями или между человеками и нечеловеками, если шире смотреть. Но, конечно же, работая с амазонским материалом, работая среди очуваров, он в первую очередь интересуется вот этими охотничьими связями и от них отталкивается в большей степени. Значит, что понимается Филиппом Дескала под антологией, да? Он говорит, что антология позволяет нам распределять и описывать все существа или все, что существует, и в основе этого описания лежат групповые отношения людей и не людей, или человеков и не человеков. То есть, соответственно, здесь у него антология так или иначе связана с коллективами, и в данном случае мы имеем дело, тоже сейчас постараюсь подробно пояснить, мы имеем дело с четырьмя совершенно разными способами отношениями и человеческими коллективами. Значит, нужно сказать, что для Филиппа Дескала очень важным является такой специфический кантианский импульс, который означает примерно следующее, да? Вот он противопоставляет друг другу двух не совсем конгерентных авторов, ну, может быть, это будет понятно, Рут Бенедикт и Пьер Бурдье. Рут Бенедикт предложила несколько неуклюже понятие паттерна для описания различных индигенных сообществ. И с тех пор, когда он сделан в 30-х годах, 20-х века, кто только ее не критиковал и Дескала свою монетку, так сказать, в эту критику вбрасывает и говорит, знаете, что, понятие паттерна, которое бы позволило нам описать сообщество, слишком абстрактное, размытное, оно ни о чем не говорит. А Пьер Бурдье находится на другом полисе, он, наоборот, описывает, ну, на самом деле нет, ну, пускай так, с точки зрения Дескала, он описывает невообразимое количество отношений между людьми и человеками, или невообразимое количество конфигураций коллектива. Нам нужно выбрать средний путь, нам нужно найти такой способ и такую схему, которую он называет схемой практической деятельности, которая бы позволила нам избежать бесчисленного количества ситуаций Бурдье и трех абстрактных паттернов у Рут Бенедик. И, соответственно, эта схема практической деятельности не может быть случайной, она предопределяет действия и восприятие людей в разных частях нашей планеты, в то же время может приобретаться, а не только является врожденной, хотя, скорее, она имеет некоторую комбинированную природу. Часть этих схем врождены, а часть этих схем приобретаются нами. Например, он аргументирует это так, чтобы стать хорошим охотником, ачуары учатся всю жизнь в этом смысле, и, становясь хорошими охотниками, некоторые схемы восприятия они все же приобретают. Обучение охоте в течение всей жизни для де-скала свидетельствует о том, что какие-то схемы могут приобретаться, не только являются врожденными. Как действует в этом смысле человек или любое другое существо, но нужно сказать, что у де-скала все-таки мяч находится на стороне человеческого. Читая де-скала, мы не знаем, как представляют себе мир нечеловеческие существа. Все же, говоря словами Ницше, мир, который описывает Филипп де-скала слишком человеческий, он описывает мир людей и восприятие людей в разных частях света. Сталкиваясь, если описывать эту ситуацию феноменологически и в то же время достаточно абстрактно, сталкиваясь с людьми или не людьми, в течение своей жизни человек оценивает их, сравнивая с самим собой. Вот он знает про себя, что он, например, не просто там имеет душу, а что вот у него и у других существ есть некоторое сходство между душами и телами. И, соответственно, здесь возникают различного рода восприятия или способы восприятия то, что Доскала потом превращает в онтологические схемы. И вот здесь, соответственно, есть одно развлечение важное. Люди и не люди могут обладать внутренними свойствами, они могут в разных местах называться душой, психикой или сознанием. И внешними или физическими свойствами они зачастую обозначаются в качестве тела. И вот обратите внимание, если человек видит, что у него и у других существ есть душа, это означает, что их внутренние свойства непрерывны или похожи, или похожи и, соответственно, непрерывны, а тела отличаются, тогда он будет принадлежать к антологии, которая обозначается термином анимизм. Собственно говоря, эта антология свойственна и ачуарам, и немцам, и в другим индигенном сообществом. Еще раз я обращу ваш внимание, сходство, то есть я считаю, в силу того, что у меня было такое воспитание, будучи, например, юкагиром, что у меня есть душа и она точно такая же, состоит из такого же примерно материала, как у моих оленей, или у волка, которого я встречу, или у лисы, то соответственно, а тела у нас разные, и они, например, не позволяют нам видеть друг другу в качестве людей, как это было сказано ранее, то соответственно, я являюсь носителем анимистической антологии. У меня есть такая схема восприятия, на основе которой выстраиваются мои отношения в коллективе между мной, другими людьми, между колонизаторами и между соответственно животными, что в данном случае для скала чуть более важно. Напомню, что в его мире колонизаторы отсутствуют. вспомните историю про ружье и антидот, соответственно, где колонизаторов не было почему-то. То есть, они как бы выводились за скобки. Но мы все здесь, по мнению до скала, люди европейского и американского мира, мы принадлежим ко второму способу восприятия, к натурализму. Здесь обратите внимание наоборот. Мы считаем, что все физические тела, в том числе и наши тела, они состоят из одного материала, они сделаны из одинаковых молекул, а вот как раз наши носители интернациональности и самосознания и всего этого языка и так далее, они как раз отличают нас друг от друга. У нас тела общие, в том числе и с оленями, и с клещами, и с кем там угодно, а вот души разные, они индивидуализируют нас, делают нас непохожими друг на друга и, соответственно, помещают животных на более низкую ступень в этой иерархии, они в этом смысле не являются людьми, потому что не обладают, например, как мы считаем, душой, с самосознанием или с разумом, или с интенциональностью, или с какими-то еще похожими вещами. Ну вот, казалось бы, нужно было бы на этом ему остановиться и разделить весь мир на два лагеря, но схема была бы тогда не левистросовской, не очень красивой, цифра 4 обладает определенной магией, и, черт подери, есть еще куча этнографического материала, которые не влезают в эти два столбца, и Дескала продолжает эту прекрасную игру в комбинаторику и структурализм. У нас есть австралийские и алганкинские племена, которые до сих пор считают, что они произошли от животных, причем, в данном случае, не от конкретных животных, а от некоторых типов, и Дескала предлагает обозначить эту антологию как тотемизм. Он считает, что здесь нет никакого развлечения ни между душами, ни между телами. Вы знаете, в Австралии наверняка слышали эти истории, больше распространены они про ландшафт, например, конкретный ландшафт воспринимается как конкретное тело животного. Гора это тело животного, а не след какой-то или что-то еще. или это след животного, но это конкретный след конкретного животного в данном случае. И в этом смысле у австралийских аборигенов, например, существует тождество или непрерывность между физическими свойствами. Мы вместе с тем, от кого произошли, имеем до сих пор одно тело, мы являемся частью, мы неразличимы в этом отношении. И соответственно у нас в то же время присутствует одна душа. у некоторых племен Центральной Америки, у ацтеков, в частности, у Атоми, у Майи, и, что было для меня сюрпризом, в магических практиках ренессанса европейских, помните, у Мишеля Фуко в словах и вещах есть, по-моему, первая глава крупная, посвященная теме подобия, где он говорит, что для ренессанской магии вообще-то характерно было лечить голову орехом, потому что существует подобие между, визуальное подобие, символическое, между устройством головного мозга и структурами грецкого ореха, соответственно. Вот. Ну, в общем-то, достаточно странный материал, который он помещает в эту область, и я должен сказать примерно следующее. Значит, отношение в ренессансной магии, по мнению Дескала, опять-таки, да, и в антологиях или космологиях центрально-американских племен крайне рискованные, там нету изначальных сходств ни между душами существ, ни между физическими телами, и, соответственно, эти рискованные отношения, они всегда направлены на то, чтобы установить хрупкие и временные отношения, исходства и подобия, которые тут же могут раствориться и исчезнуть. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это происходит в ренессансной магии, ну, наверное, там можно найти какие-то параллели, но, в общем-то, эту антологию он обозначает с помощью термина аналогизм. Ну, например, вот он говорит о том, что у центрально-американских племен, если и говорится о душе, то представление о душе достаточно сложное, душа не является монолитом, она состоит из совершенно разных отделов, и эти отделы разделены более радикально, чем у Платона в Федре, и, соответственно, там вот есть сложности с присоединениями, когда вы пытаетесь вступить в коммуникацию с духами или другими существами, непонятно, какая область души, к какой области души у другого существа присоединится, и во всей этой комбинаторике есть сложности, не позволяющие отождествовать вашу душу, у атоми, например, и душу, не знаю, хотя сказать дракона, там не было дракона, какого-нибудь животного, кто-то в Центральной Америке был животных, мне не приходит в голову, тапира какого-нибудь, а змея, какого-нибудь змея, божества змея, но забегая вперед, я должен сказать, что мне кажется, что если бы мы хотели бы отремонтировать, и, собственно, об этом будет третья часть разговора, если бы мы хотели отремонтировать те затруднения, которые возникают во всей этой красивой истории, то мы должны бы были бы скорее стать аналогистами, и признать следующее, мы должны были бы сказать, что на самом деле, видимо, и в Сибири, в Амазонии, и в том числе в квартирах, когда мы гладим кота или собаку, мы имеем дело скорее с аналогизмом, у нас есть некоторая изначальная неопределенность по отношению похожести между телами и душами, и мы начинаем выстраивать некоторые нестабильные хрупкие отношения, которые позволяют нам считать кота родственником, или не считать его в следующий день, или не считать его этим же вечером, когда вы идете препарировать мышь, не в смысле этого кота, а в смысле животных, хотя мои наблюдения, я не люблю котов, но чуть больше люблю собак, вообще мне нравятся синицы, потому что я их кормлю у себя дома, у меня есть кормушка, я иногда не особо перебарщиваю, подкармливаю синицами, мне очень нравится наблюдать за ними, и еще мне нравятся вороны, потому что я с воронами обычно разговариваю, но не считайте меня вот, ну в смысле как, я пытаюсь, вот кстати, это началось после этих ребят, я пытаюсь подавать им какие-то знаки, и мне интересно наблюдать, как они, вот в Петербурге особенные вороны, они как-то больше идут на контакт, чем в Москве, и мне интересно смотреть, как они реагируют, и самое интересное, что вороны реагируют на мои знаки, не улетают, приближаются, и так далее, это не связано с кормежкой, вот самое главное, что это не связано с какой-то вороньей прагматикой, птицы почему-то в последнее время нравятся мне больше, мне никогда не нравятся коты, но и у меня был кот, когда-то в семье родители заводили, И, в общем-то, мне приходилось наблюдать их у своих знакомых. Я обращал внимание, такие смены настроения, когда поведение кота интерпретируется совершенно в разных регистрах. И в регистре анимизма с утра, а вечером в регистре натурализма, когда эта тварь является бессловесной тварью, биологической сгусткой, значит, продолжить этот ряд. Вот. Но это я немножечко забежал вперед. Значит, какие здесь возникают сложности? Смотрите. Доскала, как мне кажется, из этой таблицы делают ставку на категорию множественности. Он пытается показать, что существует много антологий. Нет одной и той же антологии. Есть много разных антологий. Но при этом, делая это множественность, с одной стороны, заложницей структурализма, а с другой стороны, заложницей кантианства, в том смысле, что все предопределено, нет никакой случайности и изменения, предопределено некоторыми внутренними структурами, которые он называет схемами практической деятельности, он не может объяснить распространение, влияние друг на друга, гибридные формы и, собственно, то, как я, доцент, могу разговаривать с Вороной. Вот. Не считаясь при этом, как бы, каким-нибудь, ну, вы понимаете, кем, исключенным. Вот. Он не может объяснить анимизм, бытовой анимизм западных людей. Он делает этот заход, и огромное ему спасибо, он задается тем же самым вопросом, которым задается Дону Харовой, только в отношении кота. Что со мной происходит, когда я глажу своего кота? Да, в этот момент недолго, я считаю, у него наличие личностных свойств, наличие души в этом смысле, я считаю кота личностью, мне кажется, что он мне что-то сообщает, мы друг друга понимаем в той или иной степени, но, нет, схема практической деятельности натурализма все равно господствует, ну, как бы сказать, условно говоря, все остальные 23 часа в сутки, и поэтому я натуралист. Не очень уклюжий аргумент, как мне кажется, но, тем не менее, вот у него есть это очень жесткое разделение на группы. Но здесь возникают проблемы. Одну из них я обозначил, это проблема, связанная с аналогизмом, а другая проблема внутренняя. Смотрите, у нас есть с вами второй столбец, есть много фактов, сообщающих об этом, опять-таки, повторюсь, это история с поиском духов-помощников для индивида, а не для группы, да. Обратите внимание, я могу принадлежать к тотему, например, черепахи, ну, где-нибудь там, у мискалера, апачи, да, а помощником моим будет выдра. То есть, в моей жизни появляются два разных животных, и означает, что я должен поместить себя в две группы сразу. А это не здорово по правилам структурализма, это должен относиться к одной из них. То есть, нет промежуточных форм, возможно, именно поэтому, да, Левистрос плюнул на все и стал заниматься проблемой трансформации, где, наоборот, переходные формы легитимизированы. Но, обратите внимание, большая часть того, что мы знаем о Левистросе и того, за что мы любим или ненавидим Левистроса, это история таблиц-схем, табуляций подобного рода, так или иначе. Некоторых изящных симметричных схем, они могут иметь совершенно другой вид, но, в общем-то, переходные формы здесь исключены. И в этом смысле у Дескала вот этот феномен персонального татемизма или индивидуального татемизма, когда я, как индивид, ищу себе некоторую категорию животных, он начинает подозрительно смахивать на анимизм. И эта часть фактов начинает так мигрировать в сторону первого столбца. Соответственно, Виверес де Кастро, естественно, он начал чуть позже, по времени и поле у него было чуть позже, но когда в 95-м, по-моему, году Дескала пишет свою книгу, он уже опирается на де Кастро и использует понятие перспективизма там, как то, что придумал де Кастро. У них очень странные были отношения, хотя, с другой стороны, что странно, исследуя интеллектуальные споры, мы видим, как оди и там, ненавижу и люблю, у них ту амаж, все, что я знаю, я знаю благодаря Филиппе Дескала, все, что я знаю, я знаю, они друг по другу говорят. Я очень много узнал от этого автора. То взаимная ненависть, соответственно, которая в книжке выражается. В 2009 году у них состоялась в Европе очная встреча, не вспомню место, на которой присутствовал Лато. Такой, а он, интересно, пойду, как подерутся там. Вот. И он выпустил очень небольшую заметку, называется Type-O-Bomb. Я, собственно, когда сделал Наталье сегодня рассылку, Наталья Шапкина, если не помню, не изменяю. Вот, да, правильно? Вот, я, соответственно, включу туда эту работу, ее можно найти. Она очень небольшая, буквально две страницы. Латур делится с вами собственные впечатления. То есть, это был во Франции организованный баттл. Они представили свои программы, примерно в том виде, в котором я о них рассказываю. Вот. И, соответственно, Латур, как наблюдатель, смотрит, какая из них сильнее. Как он любит. Как Сталин говорил, обе хуже. По сравнению с Латуровской программой, понятное дело. Вот. Но, тем не менее, он, мне кажется, что его, даже этот короткий на две страницы взгляд, он позволяет скрыть некоторые моменты и увидеть, скорее, слабость двух этих программ и зависимость друг от друга. Ну, значит, смотрите, да, когда Дескала анализирует и выступает против Де Кастро, Виверас Де Кастро, то он говорит, смотрите, ну, ведь позиция Де Кастро очень слабая. Она позволяет нам описать только одну из антологий. Он говорит только про анимизм везде и всегда. Он не обращает внимания на другие варианты. Его история не видит ничего другого. Он слишком замкнут в своей анимистической этой антологии, а мир многосложен, ну, более сложный, более многообразный и, соответственно, его взгляд ограничен. Но Виверас Де Кастро, когда начинает свои рассуждения, значит, в книге «Каннибальские метафизики», он критикует Дескала совершенно за другую вещь. Он говорит, нет, 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 стоп, 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 стоп. Ведь Дескала-то этой своей комбинаторикой оказывается слишком структуралистом, потому что действительно он не может объяснить ни переходные формы, ни изменения, ни трансформацию. Структурализм, как мы это знаем и понимаем, этот Кандовый, да, до мифологик, исключает вообще любой разговор о генезисе. Мы не можем говорить о том, как это появилось, как это изменялось. А я, говорит он, оттолкнусь от этого структурализма Кандового до Скала и пойду в другую сторону. Я буду философом, да, философом становления. То есть для меня изменение будет самым важным концептом, и я попытаюсь говорить об анимизме и перспективизме через призму изменения и становления. И для этого он задействует, соответственно, ресурсы, как я уже говорил, мифологии, где речь идет о трансформации. Ну и самое главное, это ресурсы двух томов капитализма и шизофрении, антидипы, и что там у нас было, тысячи платон, вот, где он предлагает прочитать делезы и гватари, ну как бы гватари, сами знаете, всегда в тени, но делезы, как бы, да, делезы. Он предлагает прочитать делезы как антрополога. Он очень скрупулезно выискивает кучу мест, а как выясняется, их там достаточно много, где делезы и гватари рассуждают о каких-то антропологических проблемах, там, например, о проблеме родства. Потому что инцест это проблема родства в той или иной степени, то, что связано с экзагаменными практиками. И, делая этот скрупулезный анализ, показывает, что, собственно говоря, это схема, которую делез предлагает, схема неразличимости между сущностями, схема становления, в которой мы одновременно недиалектическим способом пытаемся и обозначить трансформацию, то есть изменение, в то же время сохранить шов между разными сущностями. Но я в сторону делеза не пойду, я пойду вернусь немножечко назад, для того, чтобы объяснить антологическую схему, которую предлагает Виверес де Кастро, я обращу внимание на его первую книгу, он приводит в «Каннибальских метафизиках» аргументацию материатуры, она называлась «From the enemy's point of view» с точки зрения врага. Значит, когда Виверес де Кастро делал свое поле среди амазонских индейцев Араветы, он обратил внимание на один очень странный обряд. Индейцы Араветы еще и тогда, в 60-х годах, не знаю, как сейчас, были «Каннибалами». Они время от времени, так же, как и иланготы в Папуановой Гвинеи, отправлялись в военные экспедиции, вор-партии, в тропу войны, похищали мужчин из другого какого-нибудь племени, захватывали, приводили в свое племя и, как бы это сказать, делали этого мужчину родственникам. Они превращали его в свояка. Свояка – это не биологический родственник, соответственно, к которому относятся как к родственнику, но все время помнят об этом шве несхожести, о том, что нет общей биологической крови, нет общих родителей, братья и сестер или кол-то еще. Предлагают ему одной из женщин племени в качестве жены. Он живет в течение какого-то времени, несколько месяцев, пользуется невероятными почестями. В то время, как, видимо, люди из того племени пытаются его найти и так же каким-то образом вернуть, украсить. Или симметрично, по закону мести, сделать то же самое с этими ребятами. Вот. А потом его быстренько убивают, ну, ритуально, и съедают какую-то часть, ну, там, сердца, например. Опять-таки, не в контексте насыщения, а в контексте, ну, некоторого символического обозначения. Да, то есть они едят человека не потому, что голодны, а потому, что это важно. И Вивереса де Кастро удивила следующим. Он заметил, что араветы, когда уже этот противник умершлен, вдруг начинают петь песню врага. У нас, ну, может быть представление, да, что представители индигенных сообществ должны петь некоторую песню победы. Это день победы, но это будет песня нашей победы. Ну, понимаете, да, то есть как бы мы, араветы, победили всех врагов, мы стали сильнее, мы съели их сердце. Вот, что могло бы быть содержанием этой песни. А они почему-то, и это является антропологическим удивлением, с которого начинается все, что угодно, как говорил Аристотель, почему они поют песню врага. В этой песне описывается следующая ситуация, да, они описывают все, что произошло с точки зрения, с перспективы врага. То есть как будто бы враг смотрит на то, как его убивают, как съедает его сердце, как он, ну, как он становится свояком, как он получает жену и так далее. И Виверес де Кастер интерпретирует эту песню, этот жест, этот ритуал, как, соответственно, проявление перспективизма. В этот момент отношения между араветы и их врагами становятся отношениями между хищником и жертвой. И, соответственно, странным образом, исполняя песню врага, араветы пытаются занять место жертвы и посмотреть на происходящее глазами другого. В этом смысле глазами занять перспективу альтернативную другую. И в этом смысле занятие перспективы, если говорить языком Эдуарда Конда, это попытка избавиться от собственной перспективы, которая в каком-то смысле является вот этим космологическим аутизмом, этой душевной слепотой. И, соответственно, в этот момент символически происходит все то, что, по мнению Вивереса де Кастера, в принципе происходит всегда, но нам незаметно, опять-таки, может быть, в силу того, что, говоря, вообще он такой, на мой взгляд, очень платонически зависимый, в смысле, вот этот платон зависимый автор, потому что тело нам мешает воспринимать некоторую реальность в том виде, в котором она действительно существует. А реальность существует в каком виде? Это непрерывное становление, в котором мы не можем выявить ни Ягуара, ни Человека, ни Аравета, ни их врагов, они все время меняют друг друга местами. Да, мы можем остановить, собственно, наше восприятие, это такая попытка остановиться, это такой срез некоторый, но он не является в этом смысле подлинным восприятием. Если вы помните изображение электронного облака на химии, да, в виде, собственно говоря, пузыря, что с помощью этого изображения химики пытаются или физики нам сказать, они говорят, мы не знаем, где находятся частицы, да, поэтому мы изображаем это в виде некоторой туманности, мне всегда нравились эти шарики в учебнике химии, не знаю, как вам. Вот, соответственно, обратите внимание, да, подлинная реальность, он ее называет мифологическая реальность, это реальность вот этого колокочущего становления, где все являются всеми и никем одновременно, я Ягуара, Ягуар, это я, и мы не можем провести между нами никакой границы, только обратите внимание, что в этой экологии все живые существа должны быть сюда вовлечены, все являются всеми и никем одновременно. Так и было в мифологическом времени, говорит он, правда, к сожалению, не объясняют, что произошло потом, и почему вдруг мы стали обладать телами в этом смысле. Даже мифологического объяснения не приводит, да, потому что у этого грехопадения в индигенах сообществ всегда есть какая-то история, почему так произошло, что мы перестали видеть мир таким, какой он есть на самом деле. И в классной работе «Кристальный лес», которая переведена на русский язык, он, соответственно, предлагает интерпретировать реальность духов через язык делеза, через язык становления, и для него духи вдруг оказываются не отдельными существами, в которые мы могли бы вступить в некоторые отношения, а антология духов, это как раз и есть антология вот этой вот неразличимости. Духи – это те, кто, ну вот, используя библейскую фразу, которой нет у Вевера Садекаста, «дух дышит где хочет», да, это то, что вы не можете схватить с помощью своего зрения, это то, что размазано, как электронное облако, это то, что присутствует везде и нигде одновременно, и, в общем-то, все эти парадоксальные формулировки, с которыми философы бились, вот теперь благодаря этой акции, которую он называет деколонизацией мышления, можно применить спокойно. То есть делез и индейцы мыслят примерно одинаково, и вдруг, странным образом, перспективизм и дизъюнктивный синтез совпадают и становятся одним и тем же. Но это достаточно любопытное заявление, да, потому что тогда получается, что такой реальности, как духи, не существует, они являются лишь компонентом этой урцайд-реальности, да, мифологической, в которой, соответственно, вот этот вот дизъюнктивный синтез был явлен в открытом виде. Опять-таки, для меня лично большим вопросом, мне хотелось бы на него получить ответ, но я не вижу пока средств никаких теоретических для этого, что произошло между урцайдом и тем состоянием, когда мы, ну, оказались некоторым образом ограниченными своим собственным восприятием. Соответственно, шаманы или в той или иной степени некоторые люди, они способны вот к этой реальности духовой, да, так сказать, приобщаться к этому урцайду и занимать разные перспективы. Шаман это тот, кто путешествует между мирами. Шаман это воины, говорит он, да, потому что они делают то же самое, что воины в этом процессе каннибальского поедания. Потому что каннибализм и шаманизм в этом смысле вдруг тоже схлопываются и становятся примерно одним и тем же. Шаман через галлюциногены, а воины через эти военные операции и каннибализм, они стараются занять перспективы другого человека. Обратите внимание, что в этом смысле враги Араветы, находясь в принципе взаимности, делают по отношению к ним то же самое. Захватывают их в плен, не пытают, а наоборот наделяют всяческими полномочиями и потом ритуальным образом съедают. Именно поэтому книга называется «Каннибальские метафизики», поскольку здесь вот на этой истории с врагом, которая была для него важна, когда он был просто антропологом, а не антропологом, который претендует на построение такой философской схемы, она вот занимает, как мне кажется, центральное место. И вот этот вот жест, он называет термином двойное скручивание, двойное скручивание, дабл-твист. Собственно говоря, речь идет о том, что два существа, пытаясь занять симметричное положение друг друга, постоянно делая это так или иначе, они и осуществляют двойное скручивание, двойное переворачивание. И, собственно говоря, это двойное скручивание и является той подлинной реальностью становления, с которой имеют дело все. А главное отличие от Дескала Вивереса де Кастро в том, что он делает следующее. Он не дробит антологии на множество, а наоборот, он говорит, что везде, во всех отношениях, между любыми существами, мы могли бы обнаружить эту универсальную схему двойного скручивания. Если вы почитаете или читали каннибальские метафизики, вы увидите, что все отношения, свои собственные Дескала, отношения антрополога с индейцами или с кем-то там еще, отношения Делеза и Левестроса, все что угодно он описывает через эту метафору двойного скручивания. Она является универсальной и, в общем-то, есть только одна антология, антология становления и антология двойного скручивания, которая позволяет нам описывать в той или иной степени изменения и переходные формы, но все равно все еще ничего не сообщает о Генезисе. Повторюсь, мы не понимаем, почему произошел переход от Урцайт к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. Мне было бы интересно узнать, но, честно признаюсь, не все тексты я прочитал еще Дескала, Виверес и Декаста, у него миллиард статей, но, может, где-то об этом идет речь. Или, если когда-нибудь увижусь, то я бы спросил у него про это, по твоей мере, что было между Урцайт и Модерном, условно говоря, где мы оказались заложниками этого невидения и каких-то таких, знаете, сложностей, связанных с тем, чтобы нам достичь состояния, в котором мы могли бы занять перспективу другого человека. Вот, соответственно, смотрите, что мы имеем в итоге. У нас есть две, как мне кажется, важные ставки, но обе ставки не делают одного шага вперед, о котором я буду говорить в дальнейшем. Первая ставка связана с тем, что нам бы хотелось, чтобы у нас было множество антологий, но если мы делаем структуралистское множество антологий, то мы, к сожалению, никоим образом не можем объяснить их взаимодействие и столкновение. А как я вчера пытался показать, это взаимодействие и столкновение в том мире, который я обозначил как колониальный, постоянно происходит. И, собственно, антийский эксперимент, который я вчера вспоминал, он означает в данном случае столкновение, ну, если говорить языком до скала, анимизм и натурализм. Когда индейцы топили испанцев, они пытались подогнать под анимизм, соответственно, то, что происходит, а когда испанцы спорили, есть ли у индейцев душа, они, наоборот, с помощью натурализма пытались объяснить происходящее. И, как я вчера говорил, и повторюсь снова, в этом смысле чистых антологий нет. Соответственно, ставка на структуралистскую множественность, она в этом смысле проигрывает. Это затруднение ВВРС Де Кастро попытался обойти с помощью другого жеста, нет, наоборот, сделав акцент на становлении, на переходных формах, на непрерывном изменении. Но он смог это сделать только способом универсализации, причем философской универсализации, потому что, если мы вспомним вот эту таблицу, о которой я рассказывал вчера, то обратите внимание, именно в этом он приближается к ребятам из объектно-ориентированной антологии, у которых, ну, всегда, как у нормальных философов, да, существует одна схема, с помощью которой, там, мир так или иначе объясняется. Мы везде можем открыть один и тот же механик. Мы везде можем открыть иллюзию и избавление от нее, и мы видим, как должно быть все устроено. Вот. И, в общем-то, следующий мой рассказ, я покажу вам сейчас картинку тоже, мне она кажется очень смешной, иллюстрирующий, как мне кажется, перспективизм, но я потом о ней расскажу. Вот. Собственно, следующий мой рассказ будет посвящен дальнейшим попыткам, ну, понятно, да, что это духи, которые смотрят на нас, так же, как на духов, то есть мы для них являемся в этом смысле духами, все мифологические истории про это. Вот. А тогда сейчас я оставлю 15 минут на вопросы или, может быть, какие-то комментарии, суждения, критические замечания или что-то еще в этом роде, и мы сделаем 15-минутный перерыв и будем двигаться дальше к другим авторам, которые попытались каким-то образом обойти это столкновение между этот тупик универсализма и множественности, но, повторюсь, множественность структуралистская, потому что она может быть разной. Потому что, обратите внимание, используя понятие становления в делезианском смысле, да, ведь Виверес де Кастер тоже говорит в неком смысле о множественности, да, о множественности размазанности, если бы так можно было выразиться. Ну, вот она вдруг оказывается, как мне кажется, универсальной. Вот. Да, там вот. Вы не против, если я помоделирую? Мне просто, да, видно? Пожалуйста. Спасибо большое. Это реально спасибо. Очень полезный материал. И я этим вопросом не занимаюсь, и когда слушаю, все больше я убежаю, что я не буду заниматься. Но мне, потому что тут в зависимости от тех, которые... Это ваша перспектива. Попробуйте занять другую. В смысле от тех задач, я просто почему говорю, вот понимаете, вот эти все сложные конструкции, они очень важны, они уже ведь относятся к ситуации, ну, когда человек связан, как бы, с природой, не выделен ничего. И вот это объяснить, вот это состояние, она, конечно, очень сложная. И эти очень сложные конструкции, они могут действительно иметь смысл. Но интрига-то, ну, прежде всего для меня, в том числе и про личность, поскольку я психолог, и психология вечности, она заключается в том, что меня вот лично больше убеждает старомодная концепция Бориса Поршкина. Вот я вот слушаю его и говорю, он же ведь был хангопол, манстрос, а всех этих всех знал о ребятах. Но тем не менее, трагические созречения возникают сейчас в другой ситуации. Когда человек воспринимает другого человека, ну, как бы, он имеет образ человека и душа, для него это нет проблем. Но тем не менее, он начинает различать себя как человека, а его считают не человеком. Хотя он внешний человек, и душа у него коробка ставит. И каннибализм, ну, по-кошему, собственно, с этим связано. Поэтому я не могу его есть, да, потому что он для меня не человек. Хотя внешне он вроде все то же самое. И вот это интрига, собственно, и начинается, когда то, что мы его видели, так сказать, ускоренное, ускорение истории. Я понял, да. Спасибо за замечание. Знаете, очень интересный заход на Поршнева. Я как раз обращал внимание на то, что некоторые любители всех онтологий, они вот очень любят и Поршнева еще. Но, смотрите-ка, мне кажется, что Поршнев делает в данном случае одну ошибку, да, еле не для того, чтобы наесться. Я читал Поршнева, у него вся история начинается с того, что было, ну, будучи марксистом еще, помимо всего прочего, да, он исходил из того, что люди очень хотели есть. А здесь немножко другая история, как раз в этом каннибализме, который Виверс де Кастро, они едят не потому, что они хотят есть. Вот Поршнев, вы помните, он начинает, да, с того, что человек падальщик, он ищет, значит, вот этот, а потом, значит, люди изобретают там культуру для того, чтобы, ну, я сейчас очень сильно редуцирую, легитимировать то, что вы съели другого, вот, но мне кажется, здесь немножечко другой заход. Вот, что касается, смотрите, включенности в природу, очень важное замечание, но, как мне кажется, мы делаем его из некоторого, опять-таки, представления о нашей исключенности в двойном смысле, да, что вот мы исключены из природы, а они нет, они ближе, да, у меня как раз другое ощущение. После прочтения всех этих работ и после размышления, мне кажется, что мы вот там не замечаем очень серьезное исключение из природы и отделение себя от других существ, не в смысле этого гуманистического, как у Поршнева, я человек, а они нет, а в смысле очень сложных подвижных отношений, я чуть дальше буду об этом говорить, связанных с тем, что мы не знаем точно, люди мы или нет, мы хотим, может быть, дистанцироваться, но у нас не получается, и вот это оказывается слишком подвижно, здесь нет этих закрепленных позиций, я человек, я занимаюсь вот человеческое, они подвижны, понимаете, да, а в том мире, в котором мы живем, для меня это мир, ну, я условно ворон и синиц, да, я все чаще начинаю задумываться о том, что просто я являюсь носителем таких повязок, как у Дидро, да, которые не позволяют видеть мою включенность в городе, в городской жизни, очень серьезную включенность в природу, об этом куча работ, совершенно разных авторов, и урбанистов, там, я не знаю, и экологов, о том, что миры, в которых мы существуем даже в городе, даже в Каменном Петербурге, я имею ввиду, центр, да, ну, так, чуть меньше растительности, чем в других городах, вот, не знаю, я в Петербурге просыпаюсь от криков чая. Ну, это и есть наша природа, мы просто привыкли относиться к этому, что это не природа. Вот я об этом же и говорю. Да, я об этом же и говорю. Так, пожалуйста. Я вчера, по мотивам вашей лекции, мы там долго обсуждали как-то еще, и у меня была такая первоначальная какая-то интерпретация, просто хочу связать два, две лекции, вчерашнюю и сегодняшнюю, и неправильно ли я это вообще делаю. Это интерпретация вот с этой невозможностью реальности такой доклониальной, то есть вот эти вот девственные, индигенные какие-то совершенно доклониальные как бы племена, которые являются утопией антропологов, приходящих туда, для меня выступили как такая своего рода метафора проблемы корреляционизма в объектно-ориентированной антологии, то есть там тоже есть такая утопия реальности, которая вот существует абсолютно независимо от того, что происходит. То есть некорреляционные, соответственно, доисторические, доисторические. Да, 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 вот эта архивископаемая там и вообще реальность, которая в ней, помимо там велика внешняя, все ее возможные метафорические реакции, связанные как бы с этим бытием до отношения к нему. Я подумала, что да, это действительно очень близкие вещи, но как-то вот не знала, как с этим быть. Меня очень убедила, вообще мне очень симпатична вот эта перспективистская модель, или вы так убедительно про нее рассказываете. Я подумала, что эта же модель работает и в этом отношении, то есть возможен не только антологический поворот в антропологии, но и антропологический поворот в антологии, который мог бы дать другую возможность решения этой корреляционистской дилеммы. А в чем бы он тогда застоял? Мы отказываемся. А, мы говорим о том, что чистого мира не существует. Наши отношения с реальностью мысли и бытия, условно говоря, если мы говорим об антологии или эпистемологическую даже, он, эпистемологическую такую проблематику, мы все время имеем в виду вот это вот соотношение сознания, реальность, то есть мысли, себя, человеком привозят и так далее. Наши отношения, или вот субъекта, объекта корреляции, короче, она так называет это миосом, мы можем на нее точно так же посмотреть на отношения охотника с антилопой, то есть мы можем находиться с ней в перспективистских отношениях и в таких же вот нестабильных подвижных. Ну вот, кстати, исходя из того, что вы говорите, мне кажется, что некоторые заходы на конструктивизм, вот, например, у Доны Харовой вот этого периода раннего, ну, может быть, раннего, наверное, ситуативного знания, биополитики постмодерных тел и ряда еще тех, манифеста, соответственно, ну, просто как если взять такого автора, который чуть более экзотично пишет, да, чем все эти скучные исследователи науки и технологий, вот, мне кажется, у нее есть точно такой же заход, и там как раз, обратите внимание, да, там попытка усидеть на двух стулях, стулья реализма, то есть признание существования некоторого доисторического, и стулья конструктивизма, да, что мы можем некоторым образом делать эту реальность пластичной, в том числе с помощью воображения, в том числе там научная фантастика изменяет науку, например, да, и там феминистская научная фантастика, как она говорит, изменила иммунологию, вот, мне кажется, что там есть тоже этот заход, у перспективизма есть один небольшой недостаток, как мне кажется, да, потому что перспективизм вообще отрицает, вот, по крайней мере, в исполнении Вивереса де Кастро, он вообще отрицает существование внешнего, Вивереса де Кастро говорит, нам необходимо деконтинизировать тоже, кстати, антропологию, вот, нам необходимо избавиться от всех вот этих вот досколяшных заигрываний, так сказать, со схемами, да, с какими-то интенциональностями, направленностями, вот, но мы должны признать, говорит он, вслед за лейбинцем, что существуют только перспективы, и вещи это перспективы, то есть вещи это взгляд. Он, понятное дело, что он очень существенный, но я говорил об этом вчера, смешивает онтологические предпосылки и эпистемологические, да, потому что существовать тогда оказывается видеть, ну, и, да, существовать оказывается воспринимать, не в Беркутском смысле, не в смысле, да, представлять, а в смысле я есть то, что я вижу перед собой, соответственно, вот, и здесь тоже возникает ряд сложностей, но мне кажется, что в некотором смысле, вот, как раз, ну, например, Дона Харовой, да, просто вот из известных авторов, мне кажется, она пытается между реализмом, признанием, все же, некоторого твердого, ну, вот, смотрите, да, ведь даже великий конструктивист Никлас Луман, который исключал всегда существование окружающего мира и боль выводил за скобки в том смысле, что боль это всего лишь, условно говоря, сигнал или, да, развлечение, даже он все равно с помощью термина структурное сопряжение говорит, ну, да, в общем-то, мир воздействует на нас, просто мы его будем всегда интерпретировать по-другому, ну, мы просто будем его как-то обозначать, вот, все равно есть как, что-то, что-то, что-то вызывает возмущение, и это не только система, он был вынужден это признать, и в этом смысле, мне лично, опять-таки, это сугубо персональный выбор, кажется, что игра признания какой-то части реализма стоящей свечи, то есть, вот, когда я в спальне спотыкаюсь мизинцем о ножку к кровати, потому что она такая, знаете, кровати широкие, двуспальня, там не видно эту ножку, и проход узкий, потому что кровать много занимает место в советских квартирах, когда я спотыкаюсь мизинцем, в этот момент как бы Луман Дубичев со своим этим, да, болит сигналом, ну, нет, вот, хочется сохранить это, вот, это ощущение реальности как-то, да, и найти какую-то модель, которая бы между сопротивлением реальности и конструкцией балансировала, вот, в этой схеме. Мне показалось, что, я думаю, что эту модель можно было бы диалектизировать немножечко, и тогда, может быть, она, ну, это, наверное, уже другой разговор. Хорошо. Марина, был вопрос? Да, у меня даже три вопроса, и два из них скорее к Декастру и к Дзелезу, но, как ты их здесь представляешь, мне это не все у тебя. Первый вопрос короткий, про панопсихизм. Вот это слово нигде не возникает у них, потому что это креатив, или потому что панопсихизм – это другое. И, конечно, здесь отсылает панопсихизм у Циолковского, вот, к чувствующему атому, но, как ты думаешь, почему не преподается это слово? Кажется, для них это анахронизм, скорее. То есть, это слово, которое, видимо, ну, надо у них спросить, но мне кажется, что оно не используется, как ряд других терминов, может быть, более понятных и привычных, потому что бы оно вызвало множество ненужных ассоциаций, в том числе и вот с, не знаю, мне пришлось, с Гегелем, а не с Толковским. Вот. Потому что все же, да, здесь, ну, и выступая адвокатом этих ребят, я бы сказал так, все же речь идет не о единой субстанции, а о сходстве. Вот, я бы так, вот, если бы не нужно было адвокатом выступить, если бы мне за это заплатили, я бы сказал так. Вот. Хотя, я думаю, что эту претензию, там, понимаете, как их очень часто критикуют, все, кому не лень, в основном это антропологи, которые тоже работали в амазонском или сибирском поле, и видели чуть больше деталей, и вот они были в другое время или в другом месте, они их очень часто критикуют за то, что, к сожалению, за терминами анимизм и перспективизм следует понятийный ряд, который слишком, ну, да, слишком колониальный в этом отношении, и, например, когда речь идет о душе вообще, то представляется, что душа – это такая цельная, неделимая субстанция, платоновская, в каком-то смысле, а на самом деле, говорят они, если мы посмотрим на материал, мы увидим, что там даже у амазонских индейцев, не как бы сказал и считал в Центральной Америке, у амазонских индейцев у разных плюсов радикально разные представления о душе. В некоторых случаях душа выступает в качестве тела, в других – она прикреплена от тела, в третьем – она состоит из резных отделов. И, соответственно, здесь возникают сложности, и задача по деколонизации мышления европейского, видимо, в Версом де Кастера оказалась нерешенной, поскольку задействуя ресурсов только философии, или в большей степени, не только, а в большей степени философии, мы рискуем упрощать объяснение и не учитывать какой-то колоссальной количестве деталей. Ну да, но социальная критика сразу напрашивается, поскольку там, мне кажется, не самое интересное, что есть в этих проектах. То есть можно прокинуть кучу критических комментариев в духе всей критической теории, как мы по-какому приехали, и не упадет, самое интересное. Ну, два вопроса к Деграстру и Дерезу. Первый, который мне интересно, который я все время задавал себе, когда читал Деграстру, почему он обращается, как ты думаешь, к Дерезу, а не к Бергсону? Вот кажется, что Бергсон бы здесь идеально вписался и со своими рассуждениями о религии, и с его антологией. Да, там нет множественности. Может быть, зайдите. Кстати, любопытно, что к Бергсону обращается Левистрос из книги «Дереза сегодня» он считает Бергсон вообще автором оригинальной концепции в двух источниках «Морали и ребятия». Мне сложно сказать, потому что я, честно говоря, вот сейчас слушаю вопрос, я такой пытался нащупать какие-то точки, связывающие меня с Бергсоном, и, в общем, давно это было. Но мне кажется, ну, я даже, может, сейчас попробую процитировать. Вот, помните, у «Дереза» есть рецензия на Бартлбе, как же она называется, как же она называется, я не вспомню сейчас. – Нет, «Бартлбе» – это сам текст про… А, «Бартлбе» – «Реформу» называется, сейчас найду и прочитаю. «Бартлбе», прочитаю вам все, что только в одном месте. Ну, ладно, сейчас так найду. Мне кажется, что эта фраза, которая характеризует, вот, по-моему, Верес де Кастер ее приводит, но я точно не уверен, она очень хорошо характеризует различия между Бергсоном и Дерезом. Все, что у меня ощущение, что Бергсон полутора ногами стоит вот в этой модерновой истории, связывающейся с становлением. Философия жизни, как мне всегда казалось, хотя я не специалист, и нужно внимательничать, мне всегда казалось, что философия жизни является продолжением Гегелевского проекта через Шопенгауэр, в каком-то смысле. Только дрожжи другие, собственно говоря, вытаскивается все содержание, все и рационализируется, естественно, там, да, не знаю, бесцельным становится, или какими-то, прощим, или еще каким-то. Но в каком-то смысле, как мне казалось всегда, схемой мазать, когда я изучал историю философии, схемы матрицы похожи. Но еще раз, я плохо знаю Бергсон. Так, нашел. Сейчас прочитаю. Я спросила именно потому, что, может быть, кто-то уже задорвался в критических комментариях. Нет, Делез, к сожалению, затемняет. Мода на Делеза затемняет предыдущие фигуры. Смотрите, он пишет. Делез описывает отношения между Бартлби и юристом, ну, между автором. Между двумя фигурами устанавливается какая-то зона неотличимости, неразличимости, расплывчатости, как если бы они достигли точки, которая непосредственно предшествует процессу их взаимного отвлечения. Не подобие, а скольжение. Самое телесное соседство, абсолютная смежность. Мне кажется, что Делез, как такой, может быть, неожиданно будет, он христианин в каком-то смысле, потому что он предлагает, вновь предлагает такой синтез, который позволит одновременно удерживать, не диалектическим способом, опять-таки, и тождество, и различие. А вот я не уверен, что это есть Убертон. Не уверен, опять-таки, надо посмотреть. Я хочу прочитать, да, два источника, по крайней мере. Ну, потому что я... И третий, Марина? Да, я думаю, уже кому-то дать. А, коллеги, может быть, кто-то еще хочет спросить. Хорошо, опять-таки, третья связанность с предыдущим, связанность с Бергсоном, и связанность с тем, вероятно, что я читаю Делезу через Бергсона, и вообще в Делезеанстве есть вот эти линии, она такая миноритарная, делать упор не столько на множественность, сколько на единственный поток. Так, да. Вот это Бергсон, как раз, мне кажется. Да. Но у Делеза тут тоже есть. И очень интересно, когда ты рассказывал про Дабл Твист, что антология, это в конечном итоге, оказывается одной. Это антология дванового скручивания, которая, в свою очередь, описывает реальное становление. Вот, можешь как-то еще прояснить соотношение между единственным и множественностью? Да, я еще больше запутался, в этом смысле, опять-таки, после вопроса. Но у меня есть уточняющий вопрос, в этом связи, может быть, он поможет нам разобраться. А как Делез читает Бергсон? Вот для него Бергсон кто? Это философ становления или это философ различия? Да, есть же книга про Бергсонизм, по-моему, насколько я помню. Ну, просто я не помню. Я не знаю. Мне кажется, что вот если посмотреть на интерпретацию Делеза Бергсона, может быть, что-то станет ясно. Мне кажется, то есть, вот, опять-таки, мне кажется, что для Вивереса и Де Кастро Делез это не, как бы сказать, это всего лишь средство, не больше. То есть, это некоторый понятильный аппарат, который легитимирует его рассуждения в определенной области, на определенном фронте. И, соответственно, Ив Виверес де Кастро, больше чем Делез, хочет занять такую позицию, которая позволила бы ему перескакивать с регистра вот этого нашего понятного мира, регистра развлечения, в регистр неразличимости и обратно, соответственно. И вот в этом смысле он не философ потока и не философ развлечения. А то, что он называет двойным становлением, позволяет ему как раз переключаться между этими режимами. Потому что двойное становление мы можем представить как нечто застывшее и как нечто, что мы даже не способны схватить, пытаясь это просто объяснить. А, получается, становление на операции перескока осуществляется? Ну, я так не сказал, но... Это имеет смысл? Ну, я бы не стал проговориться. Я бы не стал сказать, а настоящее становление это результат вот этого. Но сам Виверес де Кастре сказал бы, наверное, мне кажется, судя по его риторике, отвечая на этот вопрос, мы тоже в этот момент реализуем двойное становление. Мы пытаемся занять место Дерксона, чтобы посмотреть на Делезы и наоборот. Я говорю это без иронии, потому что для него эта фигура... Ну, он удивительным образом интерпретирует дар, дарообмен. Для него дарообмен это хищничество, это попытка захватить внимание другого с помощью дара, чтобы занять его позицию. Когда мы предлагаем подарок, это не добро, ни в коем случае, это охота, по сути дела. Это приманка. Вот это... Ну, в смысле... Гифт это яд в одном из значений, в одном из значений, как Мосс писал там, исследуя этимологию. Вот. Вот, собственно говоря, здесь обмен каждый раз оказывается попыткой съесть волки от испуга, скушать другого. А как же коммуникация? Вы получаете, что в этом подарочном акте нет никакой коммуникации, что мы только убиваем? Хотим, но у нас может не получиться. Это патология, такого не может быть. Все равно мы должны как-то восстанавливать в этом акте. В этом смысле вы хотите быть сторонником гуманистических теорий дара, такие тоже есть. Мы современные люди, мы все обязаны быть гуманистами. И все предыдущие эти наши изучения, они нас должны восстанавливать, а не уводить их туда. Понимаете, мы полемически в этом зависаем, а мы обязаны именно гуманистически восстанавливаться в этих всех теориях. Мы современные люди, мы обязаны создавать коммуникацию, мы анализируем это для того, чтобы состоялась коммуникация. А вы сейчас сказали про этот дар, вы знаете, люди не следующие, они испугаются и будут бояться этих подарков и всяких вот этих взаимодействий. А они есть, они существуют, и мы должны коммуницировать. Правильно будут делать, конечно. А если мне предлагают подарок, выйдьте, пожалуйста, я хочу посидеть на вашем месте, я должна понимать, что за этим подарком у меня есть возможность выйти. У меня есть это возможность. И она у меня тоже возносит к так же, как к тому человеку, который возносится в этом акте подарка, потому что ему эту вещь сложно было добыть. Он ее добыл для того, чтобы дать вам и сесть на ваше место. И в это время вы обязаны понимать, что вы переходите в другое качество. Это и есть коммуникация. Хорошо. А мы говорим и не создаем ее. Мы в этом смысле заражаемся современным технологическим. Смотрите, тут проблема в том, что... Не я придумал, да, и... Я понимаю, для этого... Не, нет, проблема в другом. Исследователи дара обратили внимание на то, что есть много практик, когда дар используется... Ну, как бы сказать... Не чистоплотно. Ну, это совершенно другая вещь. Почему? Мы говорим вообще об акте непорядочных людей во всех актах. Мы говорим о коммуникации, которая должна состояться, потому что в конечном счете мы идем коммуникацией. Мы хотим создавать коммуникации, полноценную коммуникацию, и только так мы можем двигаться. Если коммуникация не состоится, мы заболели, мы зависли, мы уже сочились, мы обвинили, мы посадили в тюрьму. Коммуникация не состояла. А мы идем в коммуникации. Этот акт дара, он для того, чтобы состоялась коммуникация. Но мы можем обвинить этого человека и сказать, он примитивен, он непорядочен, он хочет занять мое место. Ну, вы понимаете, здесь дело же опять в сознательности, насколько я осознаю того, кто пришел на мою почву и подает мне это. Если я его осознаю как непорядочный у человека, у меня есть магичная проблема в отношении с миром. И я не хочу коммуницировать, я хочу его обвинить, я хочу его усадить и вообще отвергнуть этот дар, сказать, ты меня сейчас хочешь убить, но... Я предлагаю вам другое. Я предлагаю совсем другое. Если вы меня вывели на разговор о даре, хотя это всего лишь эпизод у Вивереса де Кастро, но он воспринимает дар как хищничество. Но он не воспринимает хищничество как некоммуникацию. Потому что я так понимаю, что у вас все, что хорошо, коммуникация, а остальное что-то другое. Если отвлечься от этой темы, ну, поскольку правда, есть много концепций, которые говорят, дар не всегда является благом. То я бы сказал так, я бы обратил ваше внимание на то, что вам нужно быть более внимательны к дарам. Бойтесь данаев дары приносящих. Поняла. Вот что я имею в виду. А может быть там человек будет с коммуникацией, как вы это называете, а может быть и нет. Может быть там конь будет травянский. Но это опять дыградация. Почему? Мы сейчас на каждом углу мы ставим, знаете, такие алармистские вещи, что бойтесь того, бойтесь этого. Ну, конечно, все это может только коммуницировать, быть порядочными, быть добрыми и одаривать совершенно не хищничествами, понимаете, захватами. Но вы говорите, что в самом акте есть хищничество. И это уже анализ этого акта. Но мы должны предполагать, что есть развитие. Для того, чтобы мне не стать жертвой у этого хищника, я обязан понимать, что есть иной шаг. Я могу выйти оттуда и сказать, да, садись на мое место. И не поразиться в этот момент, а наоборот развиться и развиться. Понимаете о чем? Тем более, если мы предполагаем, если мы знаем, что когда нам дарят настать этот паразит, мы уже знаем, у нас это знание уже есть, мы можем создать здоровую коммуникацию. Хорошо, хорошо. Давайте отдохнем. Да, 15 минут.